Я попробую рассказать о том опыте, который у нас имеется. И главный смысл моего рассказа будет не в том, что вот смотрите, мы такие классные, мы можем делать то, мы можем делать вот это, а еще вот мы вот это можем делать, а еще вот у нас вот тот и вот это вот есть. Мы, в общем, это интересно, я думаю, будет с той точки зрения, что мы, то, что мы делали, мы делали в условиях дефицита ресурсов и времени. И таким образом, я думаю, ситуация знакомая всем, кто занимается онлайн и не только вообще образованием, да, потому что нет ни одного, наверное, проекта, который бы и был по времени, продолжался столько, сколько нам нужно, да, и отфинансирован был бы, ну, может быть, у нас другая ситуация, но отфинансирован был бы в том объеме, в котором был желательно. Более того, поскольку за онлайн-обучением у многих, в случае в России, есть такая идея, что это такое замечательное средство оптимизации и экономии, то, естественно, в средство, которое планируют, при помощи которого планируют люди, не очень понимающие образование, экономить, инвестировать в что-либо, ну, кажется, достаточно безумной идеей, потому что, я скажу, ну, что вам, вы запишите и как бы покажете, чего там такого. Так вот, главная вещь, да, есть несколько главных таких презумпций, с которыми мы подходим к онлайн-обучению, и я думаю, что просто тот вопрос, разделяем мы все или не разделяем, да. Во-первых, онлайн – это всегда затратно. Онлайн – это не замена очному образованию, это не просто дополнение, да, а это очень важный элемент, который в действительности приводит, это, я говорю, сейчас для преподавателей, не для того, чтобы успокоить, а действительно качественный онлайн гарантирует преподавателю сохранение рабочего места гораздо в большей степени, а вот у нас, в общем, это важно, а вы допишите, а нас потом сократят. Так вот, опыт показывает, что я не знаю ни одного человека, который записал онлайн-курсы, его сократили, но я знаю примеры, когда человек ничего не делал, и вместо него приходил онлайн-курс. Это вот история достаточно популярная и распространенная, когда мы говорим о том, почему онлайн-обучение выгодно преподавателю. Я здесь, в Латнессе, иногда люди, ну, преподаватели, особенно когда, поскольку я вообще преподаватель, когда я в аудитории с 91-го года, то есть я кандидат, доктор философских наук, я 20 с чем-то лет практически отработал в аудитории, и тема моих научных, то есть это не так, если она не с онлайн. То есть я такой совершенно четкий из окопа, такой же, как и все остальные преподаватели. У меня педстаж, собственно говоря, и сколько в режиме у меня уже педстаж, ну, у нас, ну, лучше, я уже, видите, вот этот корж, по слову, раз поезжал, полуватмак, я сейчас уже облазил. Вот, значит, смотрите, поэтому я на странице преподавателя, для вас это достаточно важная принципиальная позиция. Вот, что важно, когда человек создает курсы, то курс это не просто, это никогда просто снял, разместил, вот он в видеостепики и оставил. Вот это мертвые курсы, они не живут. Начало размещения курса, обычно проекты все финансируются или поддерживаются до, вот мы сейчас в университете, пытаемся эту ситуацию поменять, и новый у нас ректор поменялся, и с новым ректором мы как-то тоже нашли, в этом случае, взаимопонимание, что единица отчета будет не создан онлайн-курс, а используемый онлайн-курс регулярно. И таким образом, просто, смотрите, преподаватель должен создавать, должен обновлять, должен взаимодействовать со студентами, должен проводить все возможные формы активности, да, модернизировать, взаимодействовать. То есть, на самом деле, оказывается, что лучший способ гарантировать себе работу, это у нас есть такой опыт, это создавать онлайн-курсы, не просто скидывая нагрузку на них, да, то есть, но, или там, заставляя студентов на лекциях смотреть видео. Конечно, кому нужен такой преподаватель? Но если вы создаете действительно мощную, допустим, LMS-систему, в которой студенты участвуют, активно работают, то вы по существу загружены на работу, и вы меняете структуру собственной нагрузки. Это очень важно, я, это немножко, как бы, но это не, это не теория, это практика. Самое, что ни на есть, потому что у нас перед университетом буквально вот на днях встала, я тут проснулся, три дня назад перед нами встала амбициозная задача, как обычно, днезапно. К 20, условно говоря, четвертому году 30% всех курсов должно быть так или иначе сопровождены онлайном, выведены онлайном, электронным, но это минимум, да. Вообще университет планирует, есть такая просто 30%, или такая другая сумма называется, а, 100%. У нас, как бы, не третий, мы хотим побольше, мы хотим встал. И это не какое-то прожектерство, это кардинальное изменение вообще всей структуры. То, чем мы сейчас занимаемся, это действительно, может быть, интересно, мы проектируем вот эту новую систему, и, как я вам могу сказать, у нас 160 направлений подготовки. В каждом, в среднем, по 40 программ, условно. Значит, умножаем 160 на 40, получаем, я, мой калькулятор, мои глаза отказываются верить, и коллеги тоже, 6,5 тысяч онлайн-курсов, или так далее, да, которые мы должны произвести к 2024 году. То есть, в 2022 году вы должны где-то 30% закрыть, ну, с преподавателями, да. И в этой системе, естественно, что это не один из два курса сделать. На данный момент мы очень гордились своим производством. У нас есть опыт, мы произвели 100 курсов. Вообще, вот в данный момент, на этот встал, допустим, в работе, создали 30 курсов онлайн-курсов. А они снимают преподавателя, посылают к нам, ну, упакованно, потому что мы это делаем проще, нежели и быстрее. Это достаточно удобно. Но сделать 30 курсов за два месяца, это ладно? Нет, почему нет? Это вообще-то же, это параллельно с нашими проектами. Ну, это технология есть. Ну, вот, как бы, когда-то там еще становится задача, вот, несколько тысяч, да. А задача, на самом деле, интересная, потому что, мне кажется, почему это вам? Это показывает, в этом случае, как у нас, ну, как у вас, что происходят необратимые изменения. И мы, как люди, которые, допустим, у аудитории, вы говорите мне, когда я не могу остановиться, а я, потому что могу долго говорить, а вот об этой больной теме. Когда происходят какие-то изменения, ну, мы считаем необходимым их использовать, да. Для чего? Мы считаем, что для чего нужно умывать, да, потому что как делать уроки, достаточно легко, да, разобраться. Есть масса платформ, для чего это нужно? Во-первых, мы считаем, что это, команда считает, даже не только я и в университете, что, понимаете, сейчас разрушились традиционные системы взаимодействия. Вот раньше я учился, замечательно, ведешь в библиотеку, берешь, преподаватель тебе приносит, если ты себя хорошо пишешь, книжку свою дает, ты приходишь на консультацию, и так далее, и так далее. Разрушение старой системы, я не говорю, что изменилось то, что они говорят, к сожалению, у многих не изменилось. Проблема даже в другом, что изменились формы коммуникации, цифровые. Мы разрушили старую систему взаимодействия. Преподаватель-студент, она другая, другая, ну, это очевидно. Студент-студент, система взаимодействия, да, обмена информацией поменялась, поменялась. Преподаватель-преподаватель. У нас, допустим, нету кафедр в университете, и у нас вообще очень странно, преподаватели, ну, сейчас существует, то есть, даже если сейчас возвращают эти старые формы, они оказываются неэффективными, потому что, ну, давайте проведем заседание, посетим открытую лекцию, напишем отчет. Все, это хорошо, но, а потом все это отсканировано, инфляционный вид еще предоставлено. То есть, мы навешиваем на себя все больше и больше работы. Поэтому, в данном случае, в коммуникации преподаватель-преподаватель-преподаватель-студент, студент-студент, она технически меняется. На данный момент мы ее используем, ну, как, на костылях. Мы используем, кто-то использует вайбер, кто-то соцсети, кто-то участвует в ВКонтакте, кто-то еще что-то. У нас преподаватели сами наискивают некие костыли, и вот один у одного такой костыль, значит, у другого другой. Они с этими костылями, значит, как-то вот в цифровизацию, вот-вот ползут. Поэтому на сегодняшний день, вот это стихийное, месседжеры, соцсети, немножко ссылки на Ютуб, Википедия и так далее. Это все уже есть. Надо создать нормальную, внятную систему, в которой был бы цифровой профиль у преподавателя, цифровой профиль университета. При этом не надо заменять существующие эффектные, эффективные, там, месседжеры своим давать у нас корпоратив. Я представляю, если... Вот у вас, потому что у нас это не сделает месседжер. Я представляю, что это будет замешиваться, и через такое место он будет работать. Ну, колени, ну, мы же понимаем, что просто одно дело как коммерческий продукт, а другое дело продукт успешный. То есть не надо изобретать велосипед, надо максимально интегрировать. Поэтому, что мы сейчас планируем? Мы планируем, вот, я не знаю, может быть, это действительно для многих, кому надо делать. Мы планируем сейчас создавать следующую у нас стратегию. Во-первых, мы берем нашу ММС и делаем ее, ну, делаем нацент на UX. UX experience, опыт пользователя. То есть фраза, которую мы сейчас пытаемся запретить, вот знаете, она, конечно, дико неудобная, но там все есть. Вот, если она дико неудобная конечному пользователю, то, значит, мы ее должны переделывать. Это не так сложно, но это максимально удобно. Это первое, что важно. Потому что, если у вас гениальный контент, но он расположен на неудобной платформе, никто не будет на этот контент смотреть, и никто его не будет пользоваться. Это, очевидно, это даже не надо тут никаких изобретений. Более того, после того, как мы сделаем, вот то, что мы дальше планируем, мы планируем сделать, может быть, это покажется идеей вам интересной, небольшие, как выращивать преподавателей. Можно заставлять делать курсы, как вот, оп, да, ну-ка, делайте, вот сегодня вот этот институт делает, а завтра это. У нас, и все, две недели, и сделал, и забыл, как кошмар. Значит, у нас идея такая, что мы начинаем с каждого преподавателя делать минимальную визитку. С каждого, да? Мы сажаем как зернышко, и каждый преподаватель производит мини-курс. Даже не мини-курс, а визитку промо того курса, который он читает, где небольшая информация о курсе, в виде он рассказывает, почему этот курс, допустим, важен в системе образования и подготовки специалистов именно этого. Да? В результате у нас получается, мы всех прогоняем через электронную, ну, через студию, мы понимаем, у кого класс гонит, с кем надо работать, кого надо подтягивать, а кого надо уходить. Ну, как бы это тоже станет... Ну, есть такие, знаете, вот у нас есть преподаватели, которые, знаете, вот их нельзя показывать, их нельзя снимать, их нельзя... То есть в аудиторию их можно пускать, а никому показывать нельзя. Ну, то есть вот наша задача заключается в том, чтобы онлайн стал вот таким средством гигиены. Потому что... А дальше, конечно, простые вещи. У преподавателя есть вот такие промо-курсов, которые он делает, дальше мы собираем учебные программы в лист, и дальше просто абитуриент, он не просто смотрит, я пойду на историю, я пойду на педагогию. А он смотрит людей, которые будут читать, он видит курсы, он понимает, он лица видит. Это очень важно, это персонализация, это люди... И, собственно говоря, не 40 предметов, там, например, физкультура и ОБЖ тоже, как бы, но 10-15 предметов сделать такую промо-курсов, который будет работать, вывести на страницу университета. Вот, пожалуйста, я... Мы так не делаем, я тоже не касается... Я всем рекомендую. Это, вообще, подготовка для любых курсов, потому что... И выкладывать вот тут устроено... Великолепное, мне кажется, решение, потому что мы всем это советуем. Мне кажется, это хорошо, это просто... И это будет постоянно, во-первых, генерировать трафик, контент, и постоянно будет вам показывать, приводиться в бюджет. Вы не просто говорите, вот, поступайте на нашу специальность, а будут люди, которые будут... Вот он будет, я буду учить вас этому, этому, потому что это, это важно. А потом из этих курсов мы начинаем, как вот из этого зернышка, выращивать те курсы, которые мы должны подготовить. То есть, идея заключается в том, что онлайн, это для нас важно, перестает быть, знаете, вот, сделал и забыл, да? Вот если 30%, 50%, эта система, и либо она станет работоспособной и самоподдерживающей, либо она... Вот мы перешли, ну, условно говоря, наш опыт такой. Мы сделали, мы делали суммарно, в основном, сделали полосток курсов. Это кроме тех, кто не делал в авто. И возникает вопрос, когда ты начинаешь делать курсы, их становится слишком много, начинает система сопротивляться, потому что она чувствует этот вопрос. И, естественно, что главный способ, это сделать эти курсы частью полноценного, продуманного образовательного процесса. Не затыкать дырки какие-то, понимаете? Мы как делаем? Мы записали курс, а потом, ой, куда-нибудь его, ну, вот тут. То есть, срежиссировать процесс, потому что, когда мы говорим, я думаю, что нам в лайн нужен, мы обойдемся без него. Студенты и так хорошо учатся. Неправда. Студенты уже учатся там. Потому что у нас, допустим, в открытом доступе лежат наши курсы, наши видео. И у нас в пике, в сессию по, там, можно сказать, в массовом положении, по 6-7 тысяч проспотов в сутки. Более 2 миллионов проспотов вообще на канале. Более 30 тысяч подписчиков. Преподаватель может и не знать, думая, что он никакой бы интернета. А люди просто приходят и пользуются, и уже учатся. Поэтому они все равно уже там. Ваша задача просто дать им тот контент, который вы считаете нужным. Вот мне кажется, это, да, создать людей, что-то, избавиться от людей, что-то, что можно отгородиться, это важно. И, потому что отгородиться нельзя, она происходит, когда вы не контролируете, что они там употребляют на стороне. Понимаете, ну, они по какой-то, там, сошли, ну, тогда. И поэтому мы должны дать им тот контент, который нужен. И мы пользуемся степиком, поскольку это, собственно говоря, такая уникальная, в этом смысле, платформа. Она больше всего подходит нам под наши задачи, потому что это платформа с совершенно уникальной философией. Мы не были в Питере сейчас. Ну, во-первых, чтобы вы понимали, да, это центр Питера. Это офисное здание, шестой, седьмой этаж, с видом на и-сайт и еще на что-то. Это, когда мы спрашиваем, в чем ваше предназначение, и сделать их лучше. То есть проблема за денег перед ними, ну, не очень стоит, потому что они такой образовательный проект бизнеса, который видит в этом свою миссию. То есть это, они готовят прокомьюторщиков, они готовят айтишников. Но в этом смысле у них есть четкое представление о том, что для чего они это делают. Они открыты для взаимодействия с университетом. Преимущество этой платформы в том, что любой преподаватель может прийти и зайти, сделать там курс. Использовать его ровно в том состоянии, в том виде, в котором он хочет видеть. Более того, я просто уже как бы завершаю. Кроме, это важный момент, кроме коммуникации, собственно говоря, онлайн является огромным инструментом продвижения. Допустим, у наших курсов, опять же, извлеченные иностетики, в рекламу которых мы не вложили ни одного, вообще ни копейки. Ни русской, ни белорусской, вообще ни рубля. У нас по суммарно университету более 110-112-6 тысячи мегалит на тысячу на нашей странице. Ведущие курсы, мы, конечно, очень хорошие специалисты, прям специалистов, вот прям во всей, вот вообще, что в России, но я понимаю, что не настолько прекрасны наши курсы, чтобы 50 тысяч человек, они были так суммарно записаны. 50, 25 тысяч, 30 тысяч, курсы по истории, по философии. Это, собственно говоря, они не просто сами, они еще денируют трафик, они еще их сами продвигают. В этом смысле для университета оказалось, чтобы вы понимали, это, кроме того, проще, и продвижение университета прямо в нужной всевую аудиторию. Вот если говорить, да, потому что это люди, которые хотят учиться, и они приходят туда. Это тоже, в общем, довольно важный момент. И последний момент, который связан, и на этом я, наверное, уже завершу, связан с продвижением, мне кажется, это почему вот этот контент, которым, какое значение имеет университета и для преподавателя. У преподавателя понятно, какой на самом деле у преподавателя вырастает самооценка. У некоторых она становится на месте. Но они обычно не хотят делать. А вообще оказывается, что преподаватели, вот мы сделали курс по истории, там 2500 людей на УФО училось, теперь у Павла Невастыр еще учится. И преподаватели наши, они вдруг не в таких плечах. То есть вообще-то мы можем, но мы вообще-то, ну вообще-то мы чего-то умеем. Но дело даже не в этом. Для университета, и это последняя история про то, как люди недооценивают, собственно говоря, вот эти электронные вещи, выяснилось, что мы в нашем видео, все есть контакты, кроме университетов, и ссылки на них размещаем на сайт университета. Выяснилось, что в нашем видео подняли трафик на сайт университета заметно, на 10-15, ну какое-то время было. Связано это было с тем, что они хорошо редактируются, техническая вещь, но люди ищут ролики по образованию, находят ссылки на университет и приходят на сайт университета. Таким образом оказалось, что элементарно сделать контент, разместить его, может поднять трафик на сайт университета заметно, а это все-таки федеральный университет. Поэтому, подводя итоги, я могу сказать следующее. Здесь, вот когда мы говорим об онлайне и о таких вещах, это не способ, то есть как к этому относиться, это шикарный новый инструмент. Действительно, это очень интересный новый инструмент. Его удобство тем, что это не надо прыгать с обрыва и потом выяснять, умеешь ты плавать или нет. Способ внедрения курсов постепенный, от одного урока, модуля, от самостоятельной работы до полной замены. Преподаватель в любой момент держит руку на курсе и в любой момент может, собственно говоря, корректировать эти вещи. Поэтому, я бы сказал, что, и, кстати, вот последнее, что педагогам, наверное, зайдет очень хорошо. Вы знаете, не знаю, как у вас, но это, по-моему, универсальная система. При всей зарегулированности образования, которое существует, в онлайне это самая свободная система образования. Потому что технически постоянно все меняется и нет никакого государственного и не будет никакого стандарта на онлайн-курс, потому что, ну, есть рекомендации какие-то, техника меняется, скорости передачи данных меняются, форматы меняются и в этом смысле наш опыт показывает, что курсы могут быть настолько разными, что такой степени свободы, как дает, как казалось-ка, неожиданно, дает онлайн, у нас, наш современный педагогик, не просто не дает никто. Вот, поэтому, собственно, мы этим и занимаемся. Все, спасибо. Спасибо, Влад, я думаю, было интересно послушать опыт Балтийского федерального университета. У наших участников, которые слушают в онлайн-режиме, может быть, есть какие-то вопросы? Коллеги, может быть, у вас есть вопросы? Я хотел бы обратиться. Концепция очень замечательная, в принципе, я техна, поэтому здесь. Но, учитывая наши концепции особенности педагогического образования, все-таки никто не отменял вот этот принцип «делай так я». Общение педагога и ученика это замечательно. Если поставят компьютер онлайн, но потеряем. Значит, смотрите, во-первых, идея очень простая. Мы за перевернутый класс. Не смысл, что все вверх ногами. Да, как обычно, да. Вообще, есть вещи, которые, конечно, должны уходить. Вообще, в принципе, можно не сокращать даже академическую нагрузку. Дело в другом. Потому что, допустим, как мы работаем? Мы делаем курсы, и студенты приходят на лекции у нас, которые мы делаем, они должны посмотреть модуль, который они будут изучать, по которому будет читаться лекция. И преподаватель может уже не объяснять ему азы. Да? Он должен это знать. Он базовые понятия, определения должен, он хотя бы что-то должен посмотреть, послушать модную лекцию, посмотреть для презентации. Вообще, это нормально, когда даже без лекции, перед лекцией, без видео, преподаватель, студент получает презентацию. Наканунули, он ее смотрит, изучает, задает вопросы. И в этом смысле, преподаватель, поскольку часы сокращаются, может себе позволить не повторять вот эти вот азы, да, а сконцентрироваться на принципиальных, важных вопросах, которые, собственно говоря, есть высшее образование. Потому что, знаете, высшее образование, это все-таки, ведь, когда, вот, знаете, я хожу по коридору, и вот я там, мимо аудитории прохожу, и там, а теперь записываем, следующий слайд, и определение, и люди переписывают презентацию. У нас такое есть. Ну, да. Это являет, метафора, метафора, это, следующий слайд, как бы, ну, на доске писать, да, но, если ты отдашь человеку презентацию, он ее, а что подгрузишь лучше на этот, на ресурс, перед этим сделаешь два-три теста, чтобы он, когда ты пришел, да, ты уже можешь говорить не то, что такое метафора, а может быть о специфике метафоры у того-то автора, как они используются, какие виды, то есть, в данном случае, я абсолютно согласен, что, ну, вообще, что значит, ну, не получится, убить, не, можно, было бы желание, но оно, возрасте, дело в том, что все ведущие вузы, как раз, именно очную историю сохраняют, это, 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 это очевидно, потому что, собственно, можно набрать разных курсов, разных вузов, но это не университет, не будет лица, да, поэтому, здесь, очень важно, непосредственное взаимодействие, хотя, есть просто вещи, которые действительно можно вывести в онлайн, ну, например, для, чтения определений, по презентации, без этого можно обойтись, придумывая новые, интересные, замены этим активностью.